Еще раз здравствуйте Жалко Бори нету Он бы чего нибудь хорошее сказал Меня просили сегодня говорить на тему Евреи, не евреи Не евреи в еврейском служении Евреи в нееврейском служении Короче, в общем, что-то так Вы знаете, мы живем в такое очень интересное время Иногда в церкви есть такая поговорка Когда спрашивают, сколько времени Люди отвечают, время последнее Особенно в свете последних событий Мы начинаем понимать, что мы в самом деле живем в последнее время И вы знаете, в это последнее время Бог обещал, что тьма покроет народы А на тобой взойдет свет Тьму мы уже видим И мы понимаем, что тьма покрывает народы Кто из вас понимает? Вы знаете, вот я всегда был любителем истории Но вот в последнее время Как-то очень ходят изменения Вот как-то мне, может быть, особо повезло Я родился в такое время Китайцы говорят Горе тебе, если ты живешь во времена перемен А мы живем в постоянные перемены Советский Союз развалился То есть в один прекрасный момент Не стало Советского Союза Я помню, когда я служил в армии Была такая песня Там был такой припев Как прекрасен этот мир, посмотри И мы пели Раз проснешься утром Здрасте, уже нет советской власти Как прекрасен этот мир, посмотри Ну и вот так вот В 91-м или 92-м Я помню, с Борей мы были в Киеве И советской власти не стало Мы попали В новую Украину Вчера еще был Советский Союз Сегодня его уже не стало Вы знаете, мне как-то не было обидно Было очень интересно это все наблюдать Я уже был верующий в то время И мне очень повезло Я видел вот все, что происходило Как бы со стороны Оно меня не особо цепляло И было очень много событий Потом было 11 сентября Перед этим был кризис Потом 11 сентября Война в Ираке Потом опять кризис И сейчас мы с вами живем Когда в нашей стране Происходят такие очень серьезные изменения И люди недоумевают К чему это все ведет Я вам хочу сказать Чем это все закончится Иисус придет Аминь И вы знаете Вот как-то Когда смотришь новость Тебе становится очень Неприятно Ярость благородная Вскипает как волна И тебе становится обидно За державу Но мы с вами должны понимать Что на самом деле Мы с вами принадлежим Какой державе? Какой? Божьей И очень часто мы смотрим И мы видим несправедливость И нас это очень сильно цепляет Послушайте Это не должно нас цеплять Вы слышите? Дальше Я сталкивался с тем Что очень много церквей Особенно в Крыму Разделились На основе политических каких-то вещей Кто-то поддерживает Присоединение к России Кто-то не поддерживает Из-за этого церкви Начали разделяться Послушайте Иисус говорил о том Что весь мир лежит возле И если мы посмотрим на Новый Завет Если мы посмотрим на Евангелие Ишуа родился в стране Которая была оккупирована Римлянами И вы знаете Вот Были люди Которые пытались Говоря современным языком Развести Ишуа На политике Помните знаменитую историю Когда Иисуса спросили Нужно ли платить Подати Кесарю Вы понимаете Вот в этом вопросе Есть очень такая Вилка Нехорошая Как не отвечает Ты попадаешь То есть Если ты говоришь Нужно платить Значит ты не патриот Если ты говоришь Не нужно платить Значит ты государственный преступник То есть И Иисуса Пытались Вовлечь В этот Конфликт Вы знаете Ситуация Очень напоминает Ту ситуацию Которая происходит На Украине И нас постоянно Пытаются Вовлечь В этот конфликт Вы знаете Мы призваны Молиться И у нас В Николаеве До последнего момента Проходила Общегородская молитва Каждое воскресенье И вы знаете Вот удивительная вещь В Николаеве Вот как-то Вот эти вот Все сепаратистские Настроения Они очень быстро Затухли Даже когда к нам Приехал Царев Пытался что-то сделать Ну в Николаеве Ему лицо набили И он сильно обиделся И больше в Николаев Не приезжал Поэтому Нас это не должно Цеплять Послушайте Мы с вами Люди мудрые В Писании написано Мудрые видят беду И укрываются Глупые идут вперед И наказываются Если мы мудрые Мы должны укрываться Где мы можем укрываться В Духе Святом И Дух Святой Вам даст Правильное понимание Что нужно делать И как нужно делать Послушайте У нас есть власть Контролировать Духовную атмосферу И мы должны Этим пользоваться Ну и возвращаясь К тому вопросу О котором я сегодня Должен говорить Я хочу чтобы вы открыли Книгу пророка Захарии Захария Восьмая глава Восьмая глава Захарии Я читаю С восемнадцатого стиха И было ко мне Слово Господа Саваофа Так говорит Господь Саваоф Пост четвертого месяца И пост пятого И пост седьмого И пост десятого Соделается для дома Иудина Радостью И веселым торжеством Только любите Истину Так говорит Господь Саваоф Еще будут приходить Народы И жители Многих городов И пойдут Жители одного города К жителям другого И скажут Пойдем Молиться Лицу Господа И взыщем Господа Саваофа И каждый скажет Пойду и я И будут приходить Многие племена И сильные народы Чтобы взыскать Господа Саваофа В Иерусалиме И помолиться Лицу Господа Так говорит Господь Саваоф Будет в те дни Возьмутся Десять человек Из всех Разноязычных народов Возьмутся За полу иудеи И будут говорить И мы пойдем С тобой Ибо мы слышали Что с вами Бог То есть Это будет Последние дни Мы с вами Живем в эти Последние дни И здесь Говорится о том Что будет Великое пробуждение Которое будет Касаться Еврейского народа И это пробуждение Будет настолько Мощным Что люди Целых городов Будут выходить На общую молитву Причем люди Одного города Будут приходить К людям Другого города И говорить Мы слышали Что Бог с вами Пойдем и мы И мы будем Искать Лица Господа Савуов И это Великое пробуждение Обратите внимание Здесь не сказано Что это будет Связано Только с евреями Это связано С народами Это связано С народами Которых будет Цеплять Это пробуждение И оно Напрямую Связано С еврейским народом Вы знаете Нам повезло Что мы Родились на Украине В это время Если мы будем Смотреть На Те ситуации Которые возникают Политически За державу Обидно Если мы Посмотрим На то Что происходило В нашей стране То есть Становится Очень неприятно Но если Мы посмотрим Духовно И увидим То что Бог Делает В наше время Мы будем Очень радоваться Я верю Что Украина Стоит на Пути Величайшего Пробуждения В истории Вы знаете Почему я Это вижу Я вижу По тому Движению Которое Началось На Украине Среди евреев И это Признаки Того О чем Написано В Библии И это То что Написано В книге Пророка Захарии Так Говорит Господь Саваоф Еще Будут Приходить Народы И жители Многих Городов То есть Народы И жители Многих Городов И пойдут Жители Одного Города К жителям Другого И скажут Пойдем Молиться Лицо Господа И взыщем Господа Саваофа И каждый Скажет Пойду И я И будут Приходить Многие Племена И сильные Народы Чтобы взыскать Господа Саваофа В Иерусалиме И помолиться Лицо Господа Так Говорит Господь Саваоф Будет В те Дни Возьмутся Десять Человек Из всех Разноязычных Народов Возьмутся За полу Иудеи И будут Говорить Мы пойдем С тобой Ибо мы Слышали Что с вами Бог Когда мы Читали А вот сейчас Будет Буквально Там через Семь дней Или через Восемь дней День Пятидесятниц Третьего Числа Да Третьего Числа Заходит Шавуот Шавуот Это Великий Праздник Это Великий Праздник Шавуот Это День Дарования Торы И Шавуот Это День Излияния Духа Святого Вы знаете Если мы Посмотрим на Библейскую Перспективу Мы увидим Что праздники Они имеют Как бы Три плоскости Или три перспективы Прошлое Настоящее Будущее Мы Например Знаем Что Пасха Она говорит О трех вещах Первая Это Исход Из Египта Вторая Это Воскресенье Воскресенье Иисуса И третья О чем Говорит Третья Третья Говорит О великом Исходе Божьего Народа Которое Мы называем Восхищением То есть Это Третья Перспектива Шавуот Он говорит Как бы О трех Вещах Он говорит Об Даровании Торы Он говорит Об Излиянии Духа Святого В день Пятидесятницы И я верю Что Шавуот Говорит О великом Излиянии Духа Святого Последние Дни Это То что Написано В Иаиле И там Написано Что Бог Будет давать Дождь Ранний Дождь Поздний Суккот Великий Праздник И я верю Что Суккот Это праздник Урожая Вы знаете В Суккоте О Пасхе Не написано Что это Праздник Радости А Суккоте В Библии Трижды Сказано Что это День Нашей Радости День Нашего Веселья Вы знаете Суккот Он имеет Особенность Это Великая Жатва Которая Будет Из всех Народов Племен И языков И об этой Жатве Написано В книге Откровения В 7 главе Откровение Ну Вы же понимаете Мы живем В апокалипсисе Вас не пугает Это слово Кого пугает Слово Апокалипсис Слово Апокалипсис Переводится Как Откровение Мы живем В откровении И вот В 7 главе Книги Откровение Говорится После всего Видел я Четырех Ангелов Стоящих На четырех Углах Земли Держащих Четыре ветра Земли Чтобы не дул Ветер Ни на землю Ни на море Ни на какое дерево И видел я Иного Ангела Восходящего От востока Солнца Имеющего Печать Бога Живого И воскликнул Он громким Голосом Четырем Ангелам Которым Дано Вредить Земле И морю Говоря Не делайте Вреда Ни земле Ни морю Ни деревам Да коли Не положим Печати На челах Рабов Бога Нашего И слышал Я число Запечатленных Запечатленных Было 144 тысячи Из всех Колен Сынов Израилевых Если вам Свидетели Иегова Начнут Рассказывать Про 144 тысячи Свидетелей Иегова Не верьте То есть Это напрямую Связано С сынами Израиля Это 144 тысячи Евреев Обратите Внимание Здесь написано Что они Из колен Из всех Колен Сколько Вы знаете Колен А где Вы знаете Ну вообще Колен 13 Чтобы вы Знали Ну 13 Колен Левия Которая Не получила Удела А Эта История Просто Яков Взял Двух Сыновей Иосифа Как своих Сыновей Ну и Получилось 13 Колен 12 Получили Уделы А 13 Получила Особый Удел Вы знаете Об этом Кстати Все Колено Давали Десятину Аминь Десятина Ишла На колено Левия Колено Левия Тоже Давала Десятину Но получала Больше Всех То есть Из 12 Колен Сколько Вот По Десятине Будет 12 Десятин Правильно То есть Колено Левия Получало 120 Процентов Прибыли Вы понимаете Да Служить Богу Всегда Лучше То есть Они получали У них Не было Удела Но у них Был Особый Удел Господь Саваоф Которому Они Служили И Смотрите Здесь Написано И слышал Я число Запечатленных Запечатленных Было 144 Тысячи Из всех Колен Сынов Израилевых Вы знаете Сейчас Очень С какого Колена Но Бог Точно Знает Кто Из какого Колена И Он Запечатлеет Этих 144 Тысячи Но Вы знаете Эти 144 Тысячи Это Не Конец Это Только Первый Плод Это Вот Тот Сноп Который Возносился На Шавод Это Тот Самый Сноп Который Является Ключом К Великой Жатве Цукота И Евреев И Все Это Все Евреи Из Всех Колен Великое Множество Из Всех Племен И Колен И Народов И Языков Стояло Пред Престолом И Пред Агнцем В Белых Одеждах И С Пальмовыми Ветвями В руках Своих Они Были В Белой Одежде И Они Были С Пальмов Ветвями То есть Это Символы Праздника Суккот И Это Последний День Суккота Который Называется Великая Асана Ашана Раба На Еврите И Восклицали Громким Голосом Говорят Спасение Богу Нашему Сидящему На Престоле И Агнцу Вот Это Слово Спасение Богу Нашему Это Ашана Это Последний День Великого Праздника Суккот И Это Великая Жатва Из всех Народов Племен И Языков И Эта Жатва Она Напрямую Связана С Мессианским Движением И Все Ангелы Стояли Вокруг Престола И Старцев И Четырех Животных И Пали Пред Престолом На Лица Свои И Поклонились Богу Говоря Аминь Благословение И Слава И Премудрость И Благодарение И Честь И Благословение В белой Одежды Кто И Откуда Пришли Я Сказал Ему Ты Знаешь Господин И Он Сказал Мне Это Те Которые Пришли От Великой Скорби Они Омыли Одежды Свои И Убелили Одежды Свои Кровью Агнца За Это Они Пребывают Ныне Пред Престолом Бога И Служат Ему День И Ночь В Храме Его И Среди Престола Будет Пости И Водить И На Живые И И И Отрет Бог Всякую Слезу За Чей И Вы Знаете В Еврейской Традиции Есть Посты И Эти Посты В Которые Весь Народ Скорбит Например Пост 9 Ава Или Йом Кипур Я Был В Израиле Множество Раз На Йом Кипур И Весь Израиль Сидит Ребят И В Этот День Ездят Только Полицейские Машины И Скорая Помощь И Этот День Он Не Очень Радостный 9 Ава Это Считается Один Из Самых Страшных Дней В Еврейской Истрории В Этот День Был Провозглашен Суд Вместо 40 дней Евреи Получили 40 лет Когда Сагледатая Пришли И Рассказали Неправду В Этот День Был Разрушен Храм Навуходоносором В Этот День Был Разрушен Храм Титом В Этот День Евреи Были Изгнаны Из Испании В Этот День Началась Первая Мировая Война И В Еврейской Истории Было Очень Много Событий Связанных С Этим Днем Этот День Он Нерадостный А Бог Говорит Этот День Будет Радостным Событием И Здесь Написано Ибо Агнец Который Среди Престола Будет Пасти И Водить Их На Живые Источники Вод Кстати Это Тоже Признак Суккота Во Время Суккота Был Праздник Возлияния Воды И Во Время Этого Праздника Пели Песню Маем Бес Будем В радости Мы Черпать Воду Жизни Из Источников Спасения На Еврите Ешуа Из Источников Ешуа И Агнец Он Будет Водить На Живые Источники Воды И мы Не Будем Жаждать И Один Знаменитый Еврейский Равин Который Жил В то Время Он Говорил Кто Не Видел Ритуала Возлияния Воды Тот Не Переживал В своей Жизни Настоящей Радости Я Вам Хочу Сказать Что Этот Еврей Который Видел Возлияние Воды Он Не Переживал Настоящей Радости Потому Что Настоящая Радость Она Началась В день Пятидесятницы Когда Дух Святой Был Излит На Апостолов И Начал Изливаться По Всему Миру И Мы С Вами Участники В этом Великом Событии И Когда Приходит Дух Святой Он Приносит Особую Радость Радость Жизни Радость Ишуа И Я Хочу Чтобы Мы С Вами Посмотрели Еще Книгу Пророка Исаии Шестьдесят Первую Главу Вы Знаете Эта Глава Она Сыграла Определенное Значение В моей Жизни Как-то Вот Я Попал В Эту Главу Случайно И Вот Как-то Случайно Попал В Мессианское Движение Шестьдесят Первая Глава Там Написано Дух Господа Бога На Мне Ибо Господь Помазал Меня Благовествовать Нищим Послал Меня Исцелять Сокрушенных Сердцем Проповедовать Пленным Освобождение И Узником Открытия Темниц Проповедует Ледок Господне Благоприятное И день Мщения Бога Нашего Утешить Всех Сетующих Возвестить Сетующим На Сионе Что им Вместо Пепла Дастся Украшение Вместо Плачи Еле Радости Вместо Унылого Духа Славная Одежда И назовут Их Сильными Правдой Наслаждением Господа Во славу Его И застроят Пустыни Вековые Восстановят Древние Развалины Возобновят Города Разоренные Остававшиеся В запустении С давних Родов И придут Иноземцы И будут Пасти Стода Ваш Вы знаете Это написано Про меня То есть Я стал Частью Мессианского Движения Я не еврей Может быть Корни есть Не знаю Глубоко Копать Надо Но Я являюсь Служителем Мессианском Движении И так Получилось Что с Пастором Борисом Мы в Мессианское Движение Попали Одновременно То есть Я знаю Борю С момента Моего Крещения Святым Духом А вот Мессианское Движение Мы попали С ним Одновременно В 94 Году И придут Иноземцы И будут Пасти Стода Ваши И сыновья Чужестранцев Будут Вашими Земледельцами И вашими Виноградарями То есть Они будут Участниками Вашей Жатве Вы слышите Они будут Работать На вашей Ниве Они будут Причастниками Этого Великого События Которые Мы называем Пробуждением И они будут Полноценной Частью Этого Великого Восстановления Скини Давида Падшей Бог Обещал Восстановить Скини Давида Падшую Помните Да Вы знаете О Скини Давида Падшей Я слышал Много В начале 90-х Это было Популярно Учение О восстановлении Скинии Давида Падшей В плане Прославления Потому что В этой Скинии Было Прославление Постоянное Прославление 24-7 Это было Восстановление Молитвенного Служения Это было Восстановление Даров Апостольства Но очень часто Люди Упускали Одну Вещь А кому Бог Восстанавливает Скинию Давида Падшую Кому Но если И прочие Народы То Логически Получается Что он Восстанавливает Ее Своему Народу Он Восстанавливает Ее Израилю И эта Скиния Она будет Восстановлена Кстати В еврейском Оригинале Там используется Очень интересное Слово Там не Используется Слово Мешкан Когда Говорится О Скинии Моисея Говорится Мешкан Моисея Мешкан Моше А вот Скиния Давида Используется Как Сука Сука Давид Сука То есть Бог обещал Восстановить Давиду Суку А Сука Напрямую Связана С чем? Сукот А Сукот Напрямую Связан С чем? С Жатвой Вы представляете? То есть Восстановление Этой Великой Божьей Скинии Оно будет С великим Пробуждением Не только Еврейского Народа Но и Прочих Народов И эти Народы Они будут Видеть Что Ходят В еврейском Народе Поэтому Нам с вами Повезло Жить на Украине Потому что На Украине Это движение Набирает силу Ну и вот Ретриты Которые проходят В помазании Силе Киевские Ретриты Которые проходят Каждый год Четыре Раза в год То что Происходит Во времена Еврейских Библейских Праздников Которые Не совсем Еврейские Которые Божьи Но Дух Святой Действует Особым образом И на Украине За последнее Время За последние 20 лет Появились Десятки Новых Общин Которые Имеют Очень хорошие Отношения И Эти Общины Они Становятся Примером Для многих Церквей И многие Церкви Начинают Смотреть На эти Общины Как это Было В Деяниях Апостолов Как это Было В первом Веке Где Павел Говорит Что Вы стали Подражателем Церквям Божьим В Иудее Я извиняюсь А какие Церкви Божьи Были В Иудее То есть Это были Мессианские Общины То есть И очень часто Мы вспоминаем С вами Первую Церковь Первая Церковь Которая Была В Иерусалиме Но на Еврите Церковь Это Кигела То есть Община От слова Кигела Есть такое Слово Кагал Кагал Яхвы Собрание Господни Кигела Это община Это слово Было переведено Словом Экклесия Которое Было переведено Словом Церковь Но слово Кигела Экклесия Это Собрание Собранное И вот Первые Церкви Из неевреев Были Подражателем Подражателями Церквям Божьим Из евреев Они Учились И вы знаете Вот Когда ты Начинаешь Понимать Библию В связи С еврейской Традицией С еврейскими Праздниками То есть Ты начинаешь Понимать Совершенно По-другому Вы знаете Что в первом Веке Огромное Количество Людей Со всего мира Приезжало В Иерусалим Чтобы побывать На праздниках Потому что Эти праздники Было что-то Особенное Что-то Невероятные Вы знаете Сколько было На последней Пасхе Евреев В Иерусалиме Нет Я вам скажу Ну на самом деле Не 2 миллиона Немножко больше Но вопрос Не в этом Римский прокуратор Цести Об этом пишет Йосиф Лави Решил посчитать Количество Пасхальных Агнцев В Иерусалимском Храме Они насчитали Больше чем 256 тысяч Вы представляете Да Вот что такое 256 тысяч То есть И Агнцев Должен был Закалывать Глава Семейства То есть Они брали Этих Агнцев Они шли В храм И приносили В жертву Вот огромное Количество Людей 256 тысяч И вы знаете Что происходило Во время этого Они пели Псалмы Под водительством Левитов Вот то что было Здесь По сравнению С тем что было Там Вы понимаете Да То есть Уровень был Совершенно другой 256 тысяч Человек Пели Одновременно Вот это было Прославление Я хочу вас Обрадовать Послушайте В Библии Написано Что Бог Сделает Славу Последнего Храма Больше чем Первого Вы представляете То есть Я хочу Чтобы вы Не смотрели На политику Не смотрели На экономику Чтобы вы Посмотрели На то что Бог делает То есть Мы Попали По милости Божьей В правильное Время В правильное Место И я верю Что Бог Приготовил Лучшее вино Напоследок Ну и Опять же Что славнее Начало Или конец Что славнее Сенья Или Жатва А мы С вами Будем пожинать Эту великую Жатву И я Хочу Чтобы вы Поняли Смысл Мессианского Движения Я хочу Чтобы мы С вами Посмотрели В одно Из таких Основополагающих Посланий Это послание К эфицианам Послание К эфицианам Я хочу Зачитать Несколько Стихов С первой Главы И пройтись По второй Главе Апостол Павел Читает Говорит 16 стиха Непрестанно Благодарю За вас Бога Вспоминая Вас В молитвах Моих Чтобы Бог Господа Нашего Иисуса Христа Отец Слав Вы Дал Вам Духа Премудрости И откровения К познанию Его И Просветил Очи Сердца Вашего Дабы Вы познали В чем Состоит Надежда Призвания Его И Какое Богатство Славного Наследие Его Для Святых Послушайте Мы можем Узнать То что Бог Нам Приготовил По Настоящему Только В Духе Святом То есть Это То что Относится К сфере Откровения Дабы Вы Познали В чем Состоит Надежда Призвания Его То есть У каждого Из вас Есть Призвание У каждого Из вас Есть Своё Место В теле Мессии И вы Не должны Стесняться Своего Призвания И в этом Призвании Есть Огромнейшее Богатство В этом Призвании Есть Величайшая Слава И Какое Богатство Славного Наследия Его Для Святых И Как Безмерно Величие Могущества Его В нас Верующих Под действием Державной Силы Его Послушайте Его Сердце Его Сила Она Безмерна Её Невозможно Измерить Если Ты Это Поймёшь Твоё Служение Кардинальным Образом Изменится Придёт Прорыв Послушайте Бог может Несравненно Больше О чём Мы Просим Или О чём Помышляем Его Могущество В нас Оно Безмерно То есть Мы Его Ограничиваем Мы Его Не Используем В первой Главе Деяния Апостолов А Мы Как Раз Вами Находимся Приблизительно В то же Самое Время День Вознесения Был Два Дня Назад Ну В Субботу Получается День Вознесения Когда Иисус Был Вознесён За Десять Дней До Сукота До Шавота До Шавота И Иисус Говорит Вы Примите Силу И Будете Мне Свидетелями В Иерусалиме Иудеи Самаре Самаре И до Края Земли И Павел Говорит И Как Безмерно Величие Могущества Его В нас Верующих По действию Державной Силы Его Дух Дух Святой Он Безграничный Он Всемогущий И Иисус Он Говорил Когда Сойдёт На вас Дух Святой Вы Примите Силу И Эта Сила Она Имеет Возможность Изменять Всё И Как Безмерно Величие Могущества Его В нас Верующих Под действием Державной Силы Его Которой Он Воздействовал Во Христе Воскресив Его Из мертвых И посадив Одесну Себя На небесах То есть Вот эта Сила Которая Внутри Тебя Она Воскресила Христа Из мертвых Этой Силой Он Был Вознесён Престолу Божьему Ты Меня Слышишь? Эта Сила Она Внутри Тебя Сила Которая Воскресила Христа Из мертвых Сила Которая Подняла Его Сила Которая Воскресит И Тебя Потому что Сила Воскресения Уже Внутри Тебя Есть Превыше Всякого Начальства И власти И силы И господства И всякого Имени Именуемого Не только В всем Веке Но и В будущем И все Покорил Под ноги Его И поставил Его Выше Всего Главой Церкви То есть Ешо Он Глава Да Допустим Ты самый Маленький В теле Ты находишься В его Ногах А все Покорено Под что То есть Понимаешь То есть Где бы Ты ни находился Все Под ногами Твоими И Все Покорил Под ноги Его И поставил Его Выше Всего Главой Церкви Которая Есть Тело Его Полнота Наполняющего Все Во всем Вот это Вот слово Полнота Оно Очень Интересное То есть Это слово Плерома Полнота Оно Используется В послании Кремлянам В 11 Главе Где говорится О полноте Церкви И там написано Что весь Израиль Спасется Когда придет Полнота Церкви Вы слышите Полнота Наполняющего Все Во всем То есть Вот эта Вот полнота Она должна Раскрыться В нас С вами Вы хотите Чтобы евреи По настоящему Спасались Кто хочет Позвольте Этой полноте Раскрыться В вас И теперь Давайте мы Посмотрим Вторую главу Послания К Ефесянам Я читаю Четвертого Стиха Бог богат И милостью По своей Великой Любви Которую Возлюбил Нас И нас Мертвых По преступлениям Оживотворил Со Христом Благодатью Вы спасены И воскресил С ним И посадил На небесах Во Христе Иисус Послушайте Вас не должны Цеплять земные Проблемы Если вы Сидите на небесах А если вы живете На земле Тогда у вас Проблема Послушайте То есть Он посадил Нас во Христе Иисусе Мы же с вами Когда во Христа Крестились Что произошло Мы во Христа Облеклись То есть Теперь мы во Христе Иисусе А если мы во Христе Иисусе То в нас Должны быть Точно Такие же Чувствования Как и в нем И когда вам Надо принять Какое-то Решение И вы не знаете Что вам делать Или вам Страшно Наполнитесь Духом Святым В Духе Святом Страха нет В нем Есть только Один страх Страх Божий Который Чистый Который Начало Мудрости Послушайте Если вы хотите Достигать Евреев Вам надо Быть исполнены Духом Святым Вы должны Войти В полноту Своего Призвания И эта полнота Должна проявляться Через вас И вам не надо Комплексовать Что вас не так Воспринимают Послушайте Мне никому Не надо доказывать Что я пастор Вы знаете Почему я никому Не доказываю Что я пастор Потому что я призван Это не было Моим решением Это было его решение Он так решил Это не моя проблема Это его проблема И пастор Это не звание Пастор Это призвание Вы слышите? Пастор Это не звание Это не то Что я заработал Или заслужил Это не то Что я родил Он так решил И это об этом Написано В послании К ефесянам Он поставил Апостолов Он поставил Пророков Он поставил Евангелистов Пасторей Учителей К совершению Святых На дело Служения И пастор Это не звание Это функция И здесь написано И воскресил с ним И посадил на небесах Во Христе Иисусе Дабы явить В грядущих веках Призабильное Богатство Благодати своей В благости к нам Во Христе Иисусе Послушайте Что вы держите За эту землю Вам Крыма жалко Послушайте У нас есть Намного больше Мы наследуем Все Мы все Наследуем Дабы явить В грядущих веках Призабильное Богатство Благодати своей В благости К нам Во Христе Иисусе В другом месте Написано Что если мы надеемся На Христа Только в этой жизни Мы несчастны Всех человек Послушайте Я не собираюсь Жить на этой земле Вечно Я странник И пришелец Почему я должен Держаться За что-то Может быть Наоборот Надо избавиться От того Что нас держит Дальше написано Ибо благодатью Вы спасены Через веру И сие не от вас Божий дар Кстати Здесь Получается Как бы Игра слов Бог как бы Повторяется И здесь написано Ибо благодатью Вы спасены Через веру И сие не от вас Божий дар И там И там И там И там И используется То же самое Слово Харис Благодатью Вы спасены Через веру И сие не от вас Божья благодать То есть Все что мы получили Мы получили По милости То есть Бог так решил И наше призвание И наше спасение И наше воскресение Мы получили По милости Поэтому Переставайте Комплексовать И начинайте служить И служить Той благодатью Которая у вас есть Служить Теми дарами Которые у вас есть Вы знаете Некоторые люди Всю жизнь молятся О дарах А на самом деле Дары уже есть Вам не надо Молиться о дарах Вам надо Их использовать Кто из вас Хочет видеть Исцеление больных Начните молиться А то получается Как в том анекдоте Про лотерею Знаете Анекдот Про лотерею Мойша Все время Молился И просил Чтобы Бог Дал ему Выиграть в лотерею И однажды Ангелы пришли И говорят Боже Ну посмотри Он так молится Ну дай ему Уже выиграть Он говорит Так я бы уже Давно дал Пусть он хоть Лотерейный билет Купит Послушайте Если вы хотите Видеть действия Даров Начинайте служить Людям Дары Это инструменты Они действуют Очень просто Если вы хотите Видеть ответы На молитву Так начните Молиться Как можно Научиться Молить В молитве В молитве И дальше Написано Не отдел Чтобы никто Не хвалился Вы знаете Я покаялся В пятидесятинической церкви И у нас там был один дедушка Как сейчас Помню И он рассказывал О том Что Вот Они думают Что они крещены Духом Святым Это они так думают Вот я был крещен Духом Святым Я сорок лет Молился Постился И однажды Дух сошел Вы знаете Если бы я этого дедушку Узнал Раньше Чем я получил Крещение Святым Духом Я бы наверное Еще молился И постился А так как я не знал Что надо сорок лет Молиться И поститься Я получил сразу Когда предложили Кто хочет получить Крещение Святым Духом Выходите вперед Я вышел За меня помолились И я получил А вот Некоторые верующие Они молятся Боже Дай дар исцеления Молятся 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 А Бог не дает А вы знаете Что Бог уже дал Начинайте возлагать Руки на больных И начинайте За них молиться И Дары Это инструменты И эти инструменты Очень активно Проявляются В еврейском служении Кстати Не так давно В Киеве Мы были с Сеней На двух еврейских конференциях Мы были на Лозаннской конференции И на пути К Иерусалимскому собору Два И после этого Я был на служении В Киевской общине И там произошел Целый ряд чудес В том числе Воскресение из мертвых То есть там Ну Умер мальчик И это было уже Ну Врачи уже засвидетельствовали И Верующие Молились С общиной И он воскрес То есть И этих чудес Происходит очень много Их становится Все больше И больше Ну и там Еще целый ряд Таких Библейских чудес Происходил Там произошло Одно чудо Ну О котором Публично Не говорили Потому что Там Ну серьезное Чудо было Там У женщины Была Ну очень серьезная Проблема с кожей С кожей лица И Бог Полностью Восстановил Кожу То есть Эту сестру Естественно Не выводили Но чудо Произошло И дальше Написано Смотрите Не отдел Чтобы никто Не хвалился Ибо мы Его творили Созданы Во Христе Иисусе На добрые дела Которые Бог Предназначил Нам исполнять Вы слышите? Бог не хочет Чтобы мы с вами Гордились И тщеславились Теми чудесами Которые Он совершает Через нас Но чтобы мы Делали то Что Он хочет Если ты призван К еврейской Мессианской общине Не комплексуй Что ты не еврей Это не имеет Никакого значения И не гордись То что ты еврей Это тоже Не имеет Никакого значения Имеет значение То к чему ты призван И имеет значение То что Бог Тебе приготовил Ибо мы Его творение Созданные Во Христе Иисусе На добрые дела Которые Бог Предназначил Нам исполнять И так Помните Что вы Некогда Язычники По плоти Которых Называли Необрезанными Такими Плотским Обрезанием Совершаемым Руками Что вы были В то время Без Христа Отчуждены От общества Израильского Чужды Заветов Обетования Не имели Надежды И были Безбожники В мире То есть То есть Это было А теперь Во Христе Иисусе Вы бывшие Некогда Далеко Стали Близки Крови Христовой То есть У нас Одна кровь Вы слышите И это Кровь Мессии Послушайте Я такой же Близкий Аврааму Как и Коренной Израильтянин Ибо Он Есть Мир Наш Соделавший Из обоих Одной Разрушивший Стоявшего Посреди Преграду Вы знаете Между Евреями И неевреями Была Преграда Ни один Нееврей Не мог Взойти На Храмовую Гору Я был В Иерусалиме Я видел Табличку Которую Нашли Во время Раскопок На Храмовой Горе На этой Табличке Было Написано По-гречески Там Было На трех Языках Еврейский Греческий Латинский Я видел На греческом Там Было Написано Что Всякий Нееврей Который Пересечет Эту Черту Будет Убит Без Милосердия То есть Это Была Преграда Которая Отделяла И он Мог Войти Туда Он Мог Стать Частью Божьего Народа Но Он Должен Был Быть Отделенным Он Должен Был Стать Причастником Он Должен Был Совершить Геюр И Стать Частью Божьего Народа Но Любой Нееврей Он Мог Это Сделать И В первом Веке Были Тысячи Празелитов Которые Стали Полноценными Евреями Которые Приобщились К Еврейскому Народу И Была Преграда Которая Отделяла Израиль От Народов И Мы Были Отделены От Еврейского Мессии Мы Были Отделены От Еврейского Храма Мы Были Отделены От Еврейского Бога И От Еврейского Закона Но Благодаря Смерти Ишуа Мы Стали Близкими А Теперь Во Христе Иисусе Вы Бывшие Некогда Далеко Стали Близки Кровью Христовой Ибо Он Есть Мир Наш Соделавший Из обоих Одно И Разрушивший Стоявшую Посреди Преграду Он Убрал Эту Преграду И Завеса В Иерусалимском Храме Была Разорвана Сверху Донизу А не Снизу Доверху То есть Это не Было Решением Левитов Это не Было Решением Первого Священника Это не Было Решением Синедриона Это Было Суверенным Решением Бога Израиля Бог Разрушил Эту Преграду И Теперь Каждый Желающий Может Пить Воду Жизни Даром Ибо Он Есть Мир Наш Соделавший Из обоих Одном И Разрушивший Стоявшую Преграду И Теперь Нету Этой Преграды Которая Отделяет Нас Но Есть Кровь Которая Делает Нас Родными И Близкими Поэтому Я себя Чувствую Очень Уютно В любой Мессианской Общине Поэтому Я себя Очень Уютно Чувствую В Израиле Я себя Не чувствую Чужим Потому Что Я стал Родным И Близким Потому Что Эта Преграда Она Была Убрана Смертью Ишу Упраздни Вражду Плотью Своей А закон Заповедей Учением Дабы Из двух Создать Себе Самом Одного Нового Человека Устрояя Мир Вы Слышите То есть Вот Эта Вот Цель Для чего Была Убрана Преграда Чтобы Во Христе Иисусе Мы стали Одним Целым Чтобы Мы могли Двигаться В одном Духе Чтобы Мы могли Быть Одной Частью Великой Божьей Церкви И в Одном Теле Примирить Обоих С Богом Посредством Креста Убив Вражду На нем То есть Все Что Нас Разделяло Умерло Вместе С Иисусом На Голговском Кресте И дальше Написано И пришед Благовествовал Мир Вам Дальним И Близким Он Благовествовал Всем И дальним И близким Потому Что Через Него И те И другие Имеем Доступ К Отцу В одном Духе Вы знаете Нету Еврейского Святого Духа И нету Нееврейского Святого Духа Есть один Дух Святой Который Одинаково Наполняет Евреев И неевреев Вы знаете Что Иисус Любит Нас Одинаково И здесь Нету Никакой Разницы Между Мужчиной И женщиной Между Рабом И свободным Между Евреем И неевреем Божьей Любви Нет Разницы И нету Того Чем мы Можем Гордиться Друг Перед Другом Одни Гордятся Что Они Евреи Другие Гордятся Что Они Не Евреи Мы Не Можем Гордиться Мы Можем Хвалить Хвалящееся Хвалить Господом И И Дальше Написано Итак Вы 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 Не Чужие И Не Пришельцы Но Сограждане Святым И Свои Богу Бывшие Утверждены На основании Апостолов И Пророков Имея Самого Иисуса Христа Краеугольным Камнем На Котором Все Здание Слагаясь Тройно Возрастает Святой Храм Господи Все Здание Вы Знаете Что В Небесном Иерусалиме Нет Храма Там Нет Храма Там Есть Храм Но Совершенно Другой Этот Храм Он Из Живых Камней То Мы С Вами Составляем Этот Храм И У Каждого Есть Своё Место В Этом Храме На Котором Все Здание Слагаясь Тройно Возрастает Святой Храм В Господе На Котором И Вы Устрояетесь Жилище Божье Духом То есть Дух Святой Он Делает Вас Частью Этого Огромного Храма Который Состоит Из Живых Камней В Котором Есть Место Для Каждого И Вы Знаете Это Строительство Оно Продолжается И Оно Будет Закончено И Когда Оно Будет Закончено Иисус Заберет Свою Церковь Он Заберет Этот Готовый Храм Который Будет Наполнен Славой Божьей И Слава Которого Будет Больше Чем Слава Первого Храма То Если Мы С Вами Часть Этого Великого Строительства И Мы С Вами Еще Не Закончили И Мы С Вами Нуждаемся В Полноте Святого Духа Мы Нуждаемся Чтобы Быть Исполненными Святым Духом Мы Нуждаемся В Пробуждении Это Пробуждение Начинается Среди Нас Вы Знаете Последнее Время Я Говорю О Святом Духе Последнее Время Я Говорю О Святом Духе Потому Что Это Очень Важно Мы Должны Войти В Полноту Божьего Присутствия Полноту Божьей Славы И То Что Бог Обещал Оно Должно Совершиться И Бог Обещал Что Он Восстановит Скинью Давида Падшую И Этот Процесс Он Заканчивает И Мы С Вами Участники В Этом Процессе И Будет Закончено Она Будет Наполнена Божьей Славой И Прочие Народы Они Взыскают Господа Они Взыщут Его И Вы Знаете Я Счастлив Что Я Живу На Украине Вы Знаете Вот Валентин Он Сделал Очень Правильно То Что Он Вернулся С Америки Он Прочувствовал Он Прочувствовал Что Здесь Лучше Он Прочувствовал Что Здесь Лучше Потому Что Здесь Время Божьего Посещения Здесь Время Божьей Славы И Вы Знаете Мне Плевать На То Что Россия Пытается Сделать С Украиной Послушайте То Что Бог Приготовил Украине Намного Лучше И Мы Будем Участники В Великом Божьем Параде И Мы Будем Торжествовать И Радоваться И Мы Будем Видеть Великую Жанну В первую Очередь Среди Евреев И Пусть Бог Благословит Вас И Позволит Вам Занять То Место Которое Он Приготовил Для Вас АПЛОДИСМЕНТЫ